В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. В Южной поликлинике состоялось торжественное открытие доброй комнаты. Хочется, чтобы даже в медицинском учреждении у ребенка была улыбка, хорошее настроение. Депутаты Государственной Думы Российской Федерации продолжают приемы населения. Как говорит губернатор Московской области, власть должна быть чуткая на различных уровнях. Состоялся очередной рейд в рамках проекта «Народный контроль». Мне только что дали номер при вас. Вот такой номер. К нему привязан Сбербанк Онлайн. Личные водители. Добрая комната – это благотворительный проект партии «Единая Россия». Помещение предназначено для юных пациентов. В нем дети смогут увлекательно проводить время в ожидании приема специалиста. Наша съемочная группа побывала в Южной поликлинике, где состоялось торжественное открытие игровой зоны. В медицинских учреждениях дети, как правило, испытывают волнение перед посещением врача. Чтобы разнообразить досуг ребятишек во время ожидания приема, в поликлиниках Московской области организовали «Добрую комнату». Проект «Единая Россия. Добрая комната» будет развиваться. Это региональное отделение наше решение приняло. Надеюсь, что это поможет создать настроение здесь. В Южной поликлинике состоялось торжественное открытие детской игровой комнаты. Как известно по статистике, каждый ребенок раз в год посещает медицинское учреждение. Всего это более миллиона двести детей по всему Подмосковью. И, конечно, хочется, чтобы даже в медицинском учреждении у ребенка была улыбка, хорошее настроение. Добрая комната укомплектована детской мебелью, теплым напольным покрытием, игрушками и наборами для творчества. Особый элемент интерьера – яркие стены с изображением сказочных персонажей. Бывает, ждешь приема и время надо где-то провести, чтобы деткам было интересно. Также в помещении предусмотрен пеленальный столик. Для Нателлы Мастерковой мамы грудного малыша это особенно важно. Нужно место для того, чтобы где-то можно было и даже подгузник тот же поменять, приходится, то есть, как бы сказать, ребенка положить. Вот, это необходимо. Инициативу создания детской комнаты в Южной поликлинике поддержали члены торгово-промышленной палаты Ленинского городского округа. Торгово-промышленная палата не осталась в стороне и, в общем, всячески помогает реализации данного проекта. Я хочу было ударить и администрацию, и депутаты Государственной Думы, и больницу, руководители больницы за участие и реализацию этих проектов. Открытие добрых комнат планируется и во многих других медицинских учреждениях муниципалитета. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В рамках региональной недели депутаты Государственной Думы Российской Федерации проводят приемы населения в своих округах и разбираются в проблемах местных жителей. Такой прием провел депутат от партии «Единая Россия» и председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев. Подробнее расскажет Дмитрий Книга. Визит депутата Государственной Думы Михаила Терентьева «Видное» в рамках региональной недели уже стал привычным делом для народного избранника. На каждый прием к нему приезжают люди не только из городов Московской области, но и из соседних регионов. Как говорит губернатор Московской области, власть должна быть чуткая на различных уровнях власти. Если где-то происходит сбой, то у гражданина всегда есть возможность обратиться к депутатам различного уровня и найти решение, понимание своих проблем. Михаил Терентьев выступил перед всеми записавшимися на прием и рассказал о проделанной за пять лет депутатской работе по вопросам улучшения качества жизни инвалидов и раздал информационные брошюры. В сфере ответственности были вопросы, связанные в основном с доступной средой, с защитой прав людей с инвалидностью, связанные с обеспечением техническими средствами реабилитации. Мы очень плотно работаем с правительством по совершенствованию медико-социальной экспертизы. Затем депутат в личной беседе выслушал проблемы каждого. Приехавший из Тверской области предприниматель Марина Леонович и председатель Тверской областной общественной организации инвалидов-колясочников Андрей Увиков попросили оказать содействие в открытии в их городе центра для маломобильных граждан по ремонту и прокату технических средств реабилитации. Такого в Твере никогда не было и вообще подобных вещей. Марина Леонович, она социальный предприниматель номер один в нашем городе, то есть первый человек, который получил этот статус. Не так давно этот статус стали давать. Вот она самый первый человек, который, во-первых, работает давно волонтером, уже около 20 лет. И большой опыт в этом имеет. Но вот такие дела мы еще вместе не совершали. Народный избранник попросил подготовить презентацию этого проекта и пообещал помочь договориться о поддержке данной инициативы профильными предприятиями. В этот раз на прием к Михаилу Терентьеву записались люди по самым разным социальным проблемам. Депутат взял на личный контроль все вопросы и будет работать над их решением. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. В Ленинском городском округе прививку получили более 22 тысяч человек. В среднем каждый мобильный пункт посещают более 100 человек в день. Как сделать процесс максимально комфортным, нам рассказал врач-терапевт Тимур Асанов. С понедельника во всех пунктах вакцинации врачи наблюдают наплыв посетителей. Образуются очереди, как, например, здесь, в мобильной точке, рядом с торговым центром галерея 9-18. Чтобы не терять время в очереди, воспользуйтесь советом врача. На сегодняшний день практически во все пункты вакцинации можно записаться предварительно через порталы МОСРЭК, через порталы Госуслуг, через колл-центр губернатора и колл-центр Видновской районной клинической больницы. Предварительная запись позволит прийти в назначенное время и пройти вакцинацию по электронной очереди. Тогда стоять в очереди вам не придется, примут в назначенное время. Несмотря на ажиотаж, врачи отмечают, что недостатка в вакцине нет. С понедельника по сегодняшний день в среднем на каждом пункте вакцинации прививается от 100 до 150 человек. На базе взрослой поликлиники прививается 300 человек ежедневно. Конечно, объемы увеличились в 10 раз с предыдущей недели. На сегодняшний день вакцины в Ленинском городском округе в достаточном количестве. Тимур Асанов также рассказал, что каждый из тех, кто прошел первый этап вакцинации, может оставить комментарий о своем состоянии на портале госуслуг. После прохождения первого этапа вакцинации данные выгружаются в федеральный регистр вакцинированных и далее информация подгружается на портал госуслуг. При подтвержденной, это очень важно, при подтвержденной учетной записи на госуслугах после первого дня вакцинации на портал будет направлен дневник наблюдения, где каждый провакцинированный ведет контроль и мониторирует свое состояние и отмечает это в дневнике наблюдения. Объяснил врач ситуацию с получением QR-кода, который дает возможность посещать места массового скопления людей. По объективным причинам этот процесс идет с небольшой задержкой. После второго этапа вакцинации на госуслуги приходит электронный сертификат, зашифрованный QR-код со всей информацией о вакцине. Но еще раз повторюсь, что необходимо обязательно подтвержденная учетная запись, чтобы данные были загружены на портал госуслуг. Но и также хочется отметить, что в связи с резким увеличением нагрузки на портал сейчас отмечается загрузка в течение 7 дней, только данные подгружаются на госуслуги. В связи с повышением нагрузки на врачей ощущается нехватка кадров. Тимур Асанов обратился к жителям муниципалитета с призывом о помощи. Нам сейчас нужна любая помощь, в том числе нам нужна помощь волонтеров, помощь в формировании электронных карт, помощь в распределении потоков, помощь в оформлении документации тех, кто вакцинируется. И, конечно, было бы хорошо, если жители Ленинского городского округа, волонтеры Ленинского городского округа откликнутся и помогут в Видновской районной клинической больнице. Если у вас есть желание помочь врачам, вы можете обратиться в любое структурное подразделение Видновской районной клинической больницы или на пункты вакцинации в торговых точках или учреждениях муниципалитета. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Сегодня у нас в гостях врач-эндокринолог Видновской районной клинической больницы Анна Кузнецова. И мы поговорим о вакцинации от COVID-19 при эндокринных патологиях. Анна Геннадьевна, здравствуйте. Благодарим, что пришли сегодня к нам в студию. Расскажите, пожалуйста, вообще, что это такое эндокринные патологии? Вообще, наших заболеваний достаточно много. Но можно выделить топ самых распространенных – это сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, так что это относится к заболеваниям гипофиза, надпочечников и заболеваниям опорно-двигательной системы. Это относится к остеопорозу. Скажите, пожалуйста, при сахарном диабете можно ли делать прививку? Вообще, да, в 2020 году мы встретились с такой новой коронавирусной инфекцией, которая, конечно, унесла большое изменение в нашу жизнь, в лечении наших пациентов. И скажу, что пациенты с сахарным диабетом по статистике в 3-4 раза чаще болеют новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и имеют намного больше осложнений. Поэтому всем пациентам, у кого есть сахарный диабет, у кого есть ожирение, это также эндокринная патология, мы рекомендуем сделать вакцинацию как можно быстрее, чтобы избежать тяжелых осложнений. Также для вакцинации противопоказания птически не существует. Самое главное, чтобы диабет был компенсирован. Наши пациенты к нам, приходя при вакцинации, показывают дневники самоконтроля. Если значение гликемии от 4,5 до 9 ммл, вакцинация не противопоказана. Пациентам необходимо вакцинироваться. А при заболеваниях щитовидной железы? Это также очень вопрос распространенный, потому что у нас есть заболевания щитовидной железы, есть так называемое состояние здоровья. Например, пациенты имеют антитела к тиропероксидазии, носитель антитела к щитовидной железе. Эти пациенты спрашивают, а можно ли нам с аутоиммунным заболеванием получать вакцинацию? Не только можно, но и нужно, потому что это не заболевание. Состояние здоровья, при котором есть риски гипотиреоза, который пока не состоялся. Поэтому пациентам мы направляем на вакцинацию, объясняя, что это не заболевание. Это состояние динамического вашего наблюдения. А остальные же пациенты, кто, например, имеет гипотиреоз, тиреотоксикоз, заболевание щитовидной железы, мы ставим анализы на гормоны. Если они в норме, пожалуйста, вы можете вакцинироваться. Скажите, пожалуйста, а поступали ли к вам такие пациенты, которые переболели COVID-19, и получилось так, что осложнение именно на эндокринную систему? Вообще скажу, что не только пациенты с диабетом тяжело переносят COVID-19, но и пациенты, которые были до этого здоровы, но поступили в отделение инфекционное, в отделение реанимации, у которых развилась пневмония, они получают очень тяжелое такое лечение. Кроме антибиотиков, они получают гормональные препараты, глюкортикостероиды. К сожалению, у этой группы препаратов, помимо того, что они хорошо снимают воспаление, есть побочный эффект. Это гипервлекемия, то есть повышение уровня глюкозы крови. И часто это бывает таким пусковым фактором в том, что пациенты, которые раньше не имели сахарный диабет, становятся нашими пациентами. Мы выставляем диагноз «сахарный диабет впервые выявленный». Анна Геннадьевна, спасибо большое. Напомним, что у нас в гостях была врач-эндокринолог Видновской районы клинической больницы Анна Кузнецова. Часто в социальных сетях видновчане жалуются на водителей, не принимающих банковские карты. Обычно такое происходит на маршрутах 364 и 1020. Пообщаться с нерадивыми перевозчиками вышли депутат. Советы депутатов Мария Гаевская и активист «Единой России» Ширзот Атаев. Нередко заходя в автобус, видновчане планируют оплатить проезд банковской картой. Способ удобный, да и переплачивать не приходится. Но уже в транспорте они сталкиваются с проблемой. Карты терминал не принимает. Нужно перевезти деньги онлайн. Несмотря на незаконность данного требования, ругаться с водителем пассажирам не хочется. Было бы, конечно, удобнее просто взять и оплатить картой, понятное дело, чем постоянно ты минут по пять пытаешься перевезти, если связь еще не работает. Видным жалобы часто поступают на маршруты 10, 20 и 364. Координатор федерального проекта «Народный контроль» Ширзот Атаев совместно с депутатом Марией Гаевской вышли проверить водителей данных направлений. Выводы неутешительные. Мне только что дали номер при вас, вот такой номер, к нему привязан Сбербанк онлайн, личные водители, куда он принимает оплату себе, соответственно, на карту. Это незаконно, потому что не водитель, соответственно, как бы проказывает услугу перевозки, а компания. Перевод на карту водителя не считается оплатой проезда, тем более, что терминалы на самом деле работают. Этот факт был проверен на нескольких автобусах проблемных маршрутов. Если ты получаешь чек, это твой страховой билет, да, получается. Если, не дай бог, случается чрезвычайная ситуация, аварийная ситуация, да, то подтверждение, что ты ехал в этой маршрутке, это чек. Если ты перевел на Сбербанк онлайн, то, соответственно, это не страховой, не гарантийный случай. По закону об организации транспортного обслуживания населения за отказ принять безналичную оплату или отсутствие информации о такой возможности водителю и организации грозит штраф. Обратиться с жалобой можно на сайте компании или через портал Добродел. Александра Столярова, Галина Житкова, Кирилл Иванов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова